Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такое очень простое выполнение, но красивый, на мой взгляд, рисуночек получается в итоге. Обычный снуд восьмерочкой. Вяжется довольно-таки быстро. На данный снуд размерчик мой ушло чуть больше моточка. Ширину он 18,5 см. Хотите, можете связать шире, уже длиннее и так далее. По ходу вязания я вам буду говорить, сколько на данный снуд я набрала петель, сколько сантиметров провязала, и как красивенько закрыть так, чтобы на нем не было абсолютно нигде шва. То есть, посмотрите, он с лицевой, с изнаночной стороны выглядит одинаково, то есть двухсторонний рисунок, и плюс не имеет шва. Вот так, посмотрите, он абсолютно со всех сторон одинаковый, и на мой взгляд, это такой вот оптимальный вариант. Как для взрослого, можно связать такой снуд под любую шапочку, абсолютно так и для ребенка. Я буду вязать на девочку восьми лет, он у меня входит в наборчик. Вот, если вам понравилось, конечно же, обязательно присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла пряжу белоснежную, Гималайя Энжел. Здесь в 100 граммах 555 метров буду вязать, в две ниточки. Одну ниточку буду использовать, которая у нас при снятии этикетки рабочей, а второй краешек буду доставать ровно-ровно по серединке. Вот здесь вот, вовнутрь просовываете два пальчика и вытаскиваете ниточку, которая у вас в мотке. Так можно вязать с одного моточка в две нити. Вязать буду спицами номер 3,5, это обычные прямые спицы. Далее нам понадобятся ножнички, сантиметр. И для сшивания вам понадобится либо крючок, либо иголочка, смотря чем вы будете сшивать ваш снуд. Для начала набираем классическим способом любое количество петелек. Здесь не играет значение четное, нечетное количество. Для моей ширины я буду набирать 40 петель, плюс две кромочные. Я начинаю набирать начальные две петельки на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 40 петелек. 1, 2, 3, 4 и так далее. 42 петельки набраны и вытаскиваем свободную спицу. Я оставляю ту, на которой начальные две петельки и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Все петельки вяжем лицевые и последнюю вяжем изнаночные. Первая у нас лицевая, далее вторая лицевая, третья, четвертая и так далее. 41 лицевая и последняя 42 петля у нас кромочная, изнаночная. В дальнейших рядах первую кромочную я провязывать не буду, а просто снимать непровязанной. А последнюю кромочную и в лицевом и в изнаночном ряду буду вязать изнаночной. Благодаря этому у нас будут по краям красивые такие ровные края, косички. Вот. И будет в дальнейшем это аккуратно выглядеть. Кромочная и изнаночная и поворачиваем на второй ряд. Второй ряд и все четные ряды, четвертый, шестой, восьмой и так далее, мы будем вязать по рисунку, как ложатся петли. Первую кромочную снимаем непровязанной, далее мы вяжем все петельки изнаночные, так как по рисунку сейчас у нас все петли изнаночные. Вот изнаночные вяжем над изнаночными. Кромочная, последняя петля, у нас также изнаночная. Третий ряд. Кромочную снимаем непровязанной, далее вяжем все петельки изнаночные. По рисунку у нас сейчас лицевые, но в третьем ряду мы меняем петельки на изнаночные. Я вяжу изнаночные, обратите внимание, за заднюю вот здесь вот стеночку, для того, чтобы у меня не были перекрещенные петельки. Вот как у меня идет косичка, так она и будет красивой косичкой ложиться. Если вы будете вязать за ближнюю стеночку к себе, то у вас косичка будет немножечко перекрещенная. Поэтому я не очень такого любитель. Я буду вязать за заднюю стеночку. Вяжем до конца все петли изнаночные, кромочная последняя петля также изнаночная. И обращайте внимание, чтобы петельки вы провязывали за две ниточки. То есть, чтобы у вас ниточка нигде не поделилась, потому что по ходу носки это будет видно и не очень аккуратно, не очень красиво. Поэтому если вяжете в две ниточки, как я, следите еще за тем, чтобы ниточка у вас не делилась. Чтобы все петельки у вас были из двух ниточек. Четвертый ряд. Кромочную снимаем не провязанной. И это у нас четный ряд. Все четные ряды, как я уже говорила, вяжем по рисунку. У нас сейчас петельки провязаны изнаночные в третьем ряду. Поэтому с изнаночной стороны они у нас лицевые. И буду вязать лицевые также за дальнюю стеночку, за заднюю полупетлю. Для того, чтобы у нас петельки, еще раз повторюсь, не перекрещенные были, не перекрученные. И ложились красивой и ровной косичкой. Вот, обратите внимание, как красиво и ровненько ложатся петельки. И вяжем до конца ряда лицевыми петельками над лицевыми предыдущего ряда, изнаночными в лицевой стороне. И кромочная петля у нас, как всегда, последняя петля изнаночная. Первую снимаем не провязанной. Последняя петля у нас изнаночная. А все средние петельки в этом четвертом ряду у нас лицевые. Довязали четвертый ряд и повернули на пятый. Пятый ряд мы начинаем с первого ряда. Кромочную снимаем не провязанной. Хотя в первом ряду мы ее провязывали. Но в дальнейших рядах мы не провязывали первую. И далее все петельки средние лицевые. Кромочная у нас изнаночная. То есть с пятого ряда мы повторяем, как с первого. Высоту раппорт узорчика, как вы заметили, составляют всего лишь 4 ряда, которые между собой чередуются. Главное запомните, что в лицевом ряду первом, третьем, пятом и так далее, нечетном ряду лицевом, мы будем вязать петельки противоположные. То есть смотрите, если у вас были петельки в первом ряду лицевые, то в третьем у вас в ряду изнаночные. Далее в четвертом у вас во втором, шестом, в восьмом, то есть четном ряду по рисунку. А далее пятый ряд мы повторяем с первого. То есть лицевые петли. Далее седьмой ряд, изнаночные петли. Кромочная петля, изнаночная в конце пятого ряда. Далее шестой у нас четный ряд. Поэтому кромочную снимаем, все петельки по рисунку, то есть все петли изнаночные. Над изнаночными, изнаночные. Далее в седьмом ряду у нас все петельки лицевые. Не забывайте, что кромочная первая снимается, последняя провязывается изнаночной. А в следующем лицевом ряду меняем на изнаночные. В изнаночном ряду все петли по рисунку. Это самые основные правила, я думаю, которые очень-очень легкие и легко их запомнить. Сейчас довязываем шестой ряд изнаночными петельками. И в лицевом седьмом ряду мы сменим петельки на противоположные. Все вязание у нас состоит из изнаночных и лицевых петелек. Довязали шестой ряд. Кромочная у нас петля, изнаночная. И первую петлю в седьмом ряду снимаем непровязанной. Далее петельки меняем на изнаночные. Все полностью петельки до конца седьмого ряда у нас изнаночные. И вяжу я их, как всегда, за заднюю полупетлю, для того, чтобы не были перекрещенные у нас петельки. Не были перекрученные такие вот, а ложились красивой и ровной лицевой косичкой. В изнаночном ряду у нас все петельки по рисунку. Затем в девятом ряду снова петельки поменяем на лицевые. И начнем вязание с первого ряда. И вот таким вот образом продолжаем чередовать 4 ряда в высоту. То 2 лицевых, делая ряда, то 2 изнаночных, меняя изнаночную лицевую петлю в каждом лицевом ряду между собой. А изнаночные ряды, как вы заметили, просто вяжем по рисунку. И таким образом получается чередование вот такими вот замечательными полосочками лицевыми и изнаночными петлями. Вот. Теперь мы сформировали с вами ширину снуда. Вот эта ширина будет у вас от начала до конца. Это количество петель, которые вы набрали в начале, в самом начале вязания перед первым рядом, то и будет у вас в конце, после вязания самой длины снуда. Длина снуда может быть различная. Смотрите. В принципе, зависит от вкуса. Может как быть, к примеру, 95 сантиметров, так и более метра. Здесь вы уже определяетесь сами, почему. Потому что, опять же, смотря для кого вы вяжете, либо это же ребенок, либо подросток, либо это уже взрослый человек. Вот. Если же взрослый, то понятное дело, что там будет более метра, потому что будет в шею давить. Вы приблизительно окружность головы умножаете на 2 раза минус где-то 5 сантиметров. То есть, к примеру, если окружность головы 55 сантиметров, вы умножаете в 2 раза, это 110 сантиметров, минус 5 сантиметров. То есть, 105 сантиметров порядка вам нужно связать на окружность головы 55 сантиметров человеком. Теперь же, если это ребенок, допустим, до подросткового возраста, к примеру, как у меня девочка 8 лет, то вы уже смотрите, вяжете до метра, затем сворачиваете пополам, у вас получается такое вот двойное полотно в круге. И сворачиваете восьмеркой это полотно и смотрите, если же вам достаточно такой вот, скажем так, длинный снуда восьмеркой, то закрываете петельки и сшиваете. Вот, то есть сначала вяжем мы длину снуда нужную нам, то есть это до метра, либо же, если это взрослый человек, то более метра. Вот, а затем как сшивать, я вам покажу два способа. Первый это закрытие петелек и сшивание крючком, второй это наоборот, открытие петелек и сшивание открытых петель трикотажным швом. Итак, я связала 97 сантиметров в длину полотна. Хотите, можете при растянутом состоянии измерять, хотите, можете так измерять, то есть оно немножечко у нас, как вы видите, пружинится, взялось резиночкой. Вот, вязание. И теперь нам нужно после того, как вы уже провязали длину полностью всю, нужно найти вот этот начальный хвостик и первый ряд. Вот они наши зубчики. Посмотрите, с одной стороны косичка такая, с другой стороны зубчики. Вот нам нужна та сторона, где зубчики. И берем нашу спицу, вторую, одна у вас будет еще с открытыми петельками, вот здесь вот, вторую берете в ручку и начинаете при распускать вот этот первый ряд. Смотрите, если вы потянете краешек вот этой ниточки хвостика, вы увидите, где он начинает собираться. Вот мы начинаем постепенно эту ниточку доставать. То есть, посмотрите, у нас достаются вот эти вот краешки и открываются петельки, то есть становятся открытыми петельки. Посмотрите, и в итоге получаются открытые петли у нас по окончанию вязания и где мы начинали вязать ряд. Вот он у нас, посмотрите. Вот таким вот образом мы должны открыть полностью все петельки с другой стороны, то есть с начальной стороны, где мы набирали. Можно было бы набрать на дополнительную петельку вспомогательную и затем ее просто отрезать. Но, честно говоря, я такое не понимаю. Мне проще, в принципе, вот так вот при распустить вот эту просто начальную цепочку, которую мы набираем при наборе вот здесь вот. И, в общем, вот так вот продолжаем распускать. Если не уверены, что нужно вытянуть, можете принатянуть вот этот краешек, который распускаете, и вы сразу увидите, где он у вас стягивает. И вот за ту полупетельку и захватываете, вытягиваете. Вот снова, смотрите, сомневаетесь, потянули, вот она у вас, эта полупетелька. За нее и вытаскиваете. В общем, открываем петельки и одеваем петельки на спицу. Причем у вас края спицы должны быть в одну сторону, как в начале вязания, так и в конце. То есть, либо в ту сторону, либо в другую сторону. Вот так. То есть, посмотрите, как там вы закончили. Так и здесь вставляете. Так мы распускаем до конца полностью ряда и освобождаем все петельки. Причем петельки у нас при наборе должны совпадать, как и по окончанию вязания. Это обязательное условие. Обратите внимание на то, чтобы вы не пропустили нигде петельки и так далее. Потому что у вас по ходу носки изделие может распуститься. Если вы пропустили где-то петельку, либо же наоборот, где-то прибавочку сделали. Изделие не распустится, но будет выглядеть более шире, либо если сделали убавление уже. Вот. И продолжаем вот так вот распускать. После того, как я распустила до конца ряда, я решила распустить еще один ряд. Вот так вот. Почему? Объясню. Потому что, честно говоря, когда я распустила, у меня получились слишком вот такие вот вытянутые петельки. Мне кажется, это грубовато будет. А вот эта ниточка, которой мы распустим сейчас в предыдущий ряд, будет как раз-таки нам служить ниточкой для сшивания снуда. То есть мы просто вот в этот хвостик, который у нас сейчас при распускании вот этого ряда получился, мы вдеваем сейчас полностью спицу с одной стороны, с другой стороны, вот сюда, началом нашим, скажем, острым вот этим вот наконечником. Если у вас прямые спицы открыты, то отлично, любой стороной. У меня спицы со стопером идут, поэтому я вот так вот буду одевать, чтобы у меня как раз-таки вот где этот хвостик, начало, была спица вот острым наконечником. Итак, наши петельки переодеты на спицу, и как вы видите, у меня обе спицы, при том, что мы сложили полотно пополам, соприкасаются острием в одном направлении. Вот, посмотрите, у меня стоппер, и вот здесь вот острые два края спиц. И сверху, смотрите, у нас полотно то, которое мы прераспускали, вот наборочную нашу ниточку, я ее просто вдела в иголочку, то есть ничего я не трогала с той ниточкой, которую мы распускали. И у нас, если вы посмотрите, два изнаночных идут ряда, и один лицевой, который у нас одет на спице. То есть как бы провязан один лицевой. Сейчас фактически по рисунку у нас должен быть провязан еще один лицевой ряд, и затем идут два изнаночных, то есть два изнаночные, два лицевые, два изнаночных. Нам нужно закончить ряд вязания полотна на, вот здесь вот получается, с, скажем так, с нижней стороны, у нас провязан второй вверх лицевой ряд, и при вот таком замыкании в круг двух спиц, вот так вот, посмотрите, у нас должно получаться два изнаночных ряда на нижней спице, и та, которая у нас мы распускали наборочный край, у нас два изнаночных ряда и один лицевой, который на спице. То есть у нас не хватает в промежутке одного лицевого ряда. Так и должно быть. Смотрите, рабочую ниточку я пока не отрезаю, и обратите внимание, что вам нужно провязать два ряда подряд лицевыми, то есть, чтобы у вас было, как бы, чередование изнаночных лицевых, вот на лицевом втором ряду, окончить ряд, и вот так вот развернуть, чтобы у вас было сверху два изнаночных ряда. Теперь, после того, как вдели ниточку в иголочку, мы этой ниточкой будем сшивать. Сшивать мы будем трикотажным швом. Хотите, можете взять отдельное видео, там, где показывают, как сшивать трикотажным шовчиком. В принципе, ничего в нем сложного нет. У вас ниточка сверху сейчас рабочая, мы вводим ее в нижнюю, вот здесь вот ниточку, рабочую, вот, посмотрите, рабочую. Она у вас будет привытягиваться, абсолютно ничего страшного. И мы вводим, получается, в нижнюю петельку, первую крайнюю петельку. Снимаем ее со спицы, и далее в следующую петельку вводим иглу. То есть, получается, у вас на иголочке две петельки. И продеваем эту рабочую ниточку сквозь первые две петельки снизу. Подтягиваем хорошо, но слишком туго не затягиваем. Можете подтянуть и эту рабочую ниточку. Итак, у вас сейчас на нижней вот здесь вот ниточке прошиты две петли. Возвращаемся к верхним двум петелькам и прошиваем сначала первую крайнюю петельку, снимаем ее со спицы на иголочку, и вторую петельку, но я буду вторую петельку снизу прошивать. И вот так вот тоже одеваем на рабочую ниточку, вот так вот две петельки. У вас получается две снизу и две сверху. Теперь возвращаемся к нижним. У вас одна прошитая, вот она, петелька крайняя, и одна не прошитая на спице. Мы снимаем одну не прошитую, продеваем сквозь нее иголочку, и прошитую, ранее снятую, и вот сквозь две петельки прошитую и не прошитую продеваем рабочую ниточку. Теперь возвращаемся к верхним петелькам. Вот она у вас уже прошитая петля. И берем следующую не прошитую, снимаем со спицы с верхней, и вот так вот сквозь две петли прошитую и не прошитую продеваем ниточку. Ниточку аккуратненько продеваете, чтобы нигде не цеплялась, и слишком тоже не старайтесь не затягивать, чтобы у вас красивенькой лицевой должно быть петелькой ложиться ваше сшивание. Снова снизу возвращаемся к прошитой последней петле, и следующую захватываем не прошитую петлю. Сквозь две петли продеваем рабочую ниточку и снимаем со спицы. И вот так постепенно я буду продевать иглу сквозь прошитую петлю последнюю и не прошитую следующую петлю на спице. Сначала сверху, затем снизу. Снова сверху, снизу. И вот так вот не затягиваем. Я буду прошивать до тех пор, пока у меня не останется абсолютно ни снизу, ни сверху никаких петелек. И снова вот так вот снизу сквозь две петли. Обязательно прошитую и следующую не прошитую. Непрошитую, которую захватываем второй, снимаем обязательно со спицы. Вот так. И прошиваем. И вот этой ниточкой, которую мы распустили, я и буду прошивать вот этот трикотажный шовчик. Мне должно ее хватить вполне. Вот. А рабочую ниточку я потом аккуратненько отрежу и спрячу. Вот эта, которая у нас для вязания была. А смотрите, сейчас вот этот трикотажный шовчик нам заменит лицевой ряд, которого нам не хватало промежутки между двумя изнаночными рядами и двумя изнаночными и лицевым рядом сверху. И посмотрите, что у нас в итоге получается. У нас получается вот здесь как бы промежуток из двух лицевых рядочков, как и в последующих вот здесь вот промежутках между изнаночными двумя рядами. Здесь у нас, возможно, не совсем идеально совпал краешек, но для этого я не отрезала рабочую ниточку. Я потом вот этот краешек подкорректирую вот этой рабочей ниточкой. Буквально каким-то стежком где-то вот здесь зафиксирую и все аккуратненько спрячу. То есть вот здесь у меня получится идеальный краешек, максимально приближенный. И с другой стороны точно так же. А в промежутке между вот так вот нашими двумя спицами с открытыми петлями я буду прошивать трикотажным шовчиком. То сверху беру прошитую, непрошитую, то снизу беру прошитую и непрошитую петельку. Обязательно попадайте в петельки, которые снимаете. Это очень важно. Во-первых, что для ровности красивого шва. Во-вторых, для того, чтобы у вас по ходу носки не распустились петельки. Если вы какую-то не прошьете, то возможно она у вас будет распускать снут в будущем при носке изделия. и вот так вот дальше сшиваем до конца. Еще раз повторюсь, до тех пор, пока у нас на спицах не останется абсолютно ни одной петельки. то сверху, то снизу. Обязательно чередуем сверху снизу, для того, чтобы не нарушать порядок узора лицевой глади. После того, как не осталось ни одной у нас петельки, как вы видите, даже на камеру шва практически не видно, если вы не знаете, где он должен находиться. И теперь смотрите, вводим иголочку. Сначала, если у вас, к примеру, нижняя последняя была петля, то вводите в верхнюю петлю крайнюю и возвращаете в нижнюю, и снова в верхнюю. Если же у вас верхняя была последняя, то в нижнюю верхнюю, еще раз в нижнюю. Ну, то есть, просто закрепляете так, чтобы у вас красивый и ровный краешек был. И вам осталось лишь только с изнаночной стороны спрятать ниточку. Точно так же и с этой стороны. Отрезаем рабочую ниточку, оставляем небольшой хвостик. И хорошо-хорошо закрепите его где-то здесь сбоку для начала, для того, чтобы выровнять вот этот максимально краешек, а затем спрячьте с изнаночной стороны. И посмотрите, у нас получился практически невидимый шовчик. Для тех, кто не знает, где он должен находиться, соответственно, его практически не видно. Слегка, как вы видите, он немножечко прирастянут, чем остальные лицевые швы, но при этом, еще раз повторюсь, для тех, кто не знает, что, где и как. Хотите, можете вывернуть другой стороной, эту сделать изнаночной. Вот у вас получается на изнаночной стороне, то есть тоже непрерывное вязание, посмотрите. И красивый в итоге аккуратненький шовчик. В общем, прячем все кончики. По желанию можете намочить снут, но в принципе, при носке он у вас немножечко вот так вот выровняется, вытянется. И закручивать его мы будем восьмерочкой, поэтому в принципе здесь не обязательно что-то его идеально, скажем, выравнивать, укладывать и так далее. Еще раз повторюсь, хотите, можете намочить. Вот. В принципе, наш снут готов. Я надеюсь, что вам было понятно и интересно со мной вязать. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok